У меня чаще всего молодые ребята, такие как вы, спрашивали, как быстрее разбогатеть и стать, ну вот, чем заниматься, чтобы стать быстро богатым. Это нормально, потому что для любого бизнесмена это интересует абсолютно всех людей. Во-первых, я скажу так. Кому не дано заниматься бизнесом, тот никогда не сможет разбогатеть. Я не знаю, как это объяснить, как это понять. Это мы отдельно можем поговорить. Я отвечаю на этот вопрос всегда просто. Не существует в мире заранее установленного бизнеса, где можно стать богачи другого. И самые богатые люди в мире дали имя буквально вчера. Вот, смотрите, вот это Джозеф Безос. Это глава компании Амазон. Когда я начал заниматься бизнесом, он даже о бизнесе не мечтал. Сегодня его состояние уже чуть ли не знаю сколько. Он развелся недавно. У него было 130 миллиардов долларов состояния. Мы с ним дитриялись, аруйцы нам дэни, эхла гам корзинда, а создаты миллиарды, а создаты миллиарды кондача мусаволи. Да, он половину отдал жене. Это не знаю, вот этой жене или другой. Отдал 65 миллиардов долларов. Сейчас у него чуть ли там не знаю, я не знаю, сколько сотен этих миллиардов. Он занимается, ну, вы знаете, сайт Амазона. Амазон. Сайт Амазон Сицын. Продажа товаров. Сакон Лизгак и Дуа. Да. Теперь, вот вам второй человек. Айме Ори Адамьяни. О, красавец. Совсем мальчишка. Илон Маск. Илон Маск. Нифига себе. Еще вчера я думал, что он разорится. Он занимается, вы знаете, чем. Сначала электромашина, теперь ракеты запускает. Намного за 100 миллиардов. Да, это как 100 Грузий, наверное. Я не знаю. Так, теперь вам Билл Гейтс. Ну, вы его знаете. Вот вам Марк Цукерберг. Марк Цукерберг. Да, наш человек. Скромный мальчишка. Занимается Фейсбуком. 100 миллиардов долларов. Фейсбук. Алисдакавы гулясы миллиарды долларов. Я еще одного покажу и хватит. Их полно. Ой, блин, они все пропали. Ну, Баффет. Баффет старик, старше меня. Баффет, нечем тут в России. Он скупает предприятия. И делает их успешными. И продает. Мат царматэ булат, тхтиздац. Схидисмеры. Есть миллиардеры, которые выпускают конфеты. Алисдакавы миллиардеры. Есть вот этот вот китаец. 20 миллиардов долларов. У него этот Алибаба сделал. Алибаба. Мы сакуприарили, китый, чинели. Оцин миллиарды долларов. Каждый занимается своим. Если раньше. Самые богатые люди 100 лет назад, 50 лет назад, были на нефти, на газе, на оружие. Сегодня, это то, что я говорю, не нужно в стране иметь ничего, только мозги. Вот не нужно иметь, как и человеку. Занимайся тем, что у тебя получается. К чему в душе. Если вы любите, например, психологию, и хотите стать бизнесменом, вы завтра. Я ведь тоже начинал, как юрист, консультировал, проводил консультацию. Каждый занимается тем, к чему лежит душа. В чем он разбирается? Если только это его, то ему дано от бога. То есть, я, например, с милцией, мистуист. Это такой же талант, как и художник, или писатель. Я не говорю об олигархах, о ворах. Я говорю о бизнесменах. Например, Макдональдс делает рестораны. Но это то, чем он гордится. Это великое мастерство. И всегда есть место новым миллиардерам, триллионерам. Но это невозможно сделать в странах, где нет закона. В Грузии свой миллиардер никогда не появится. Я умру, и это будет последний. Потому что у вас, ну, в Грузии нет климата для этого. А раз нет климата, никто не хочет, все уезжают. Но нет такого бизнеса. Человек иногда думает, ну, надо нефтью, или золото там копать, или бриллианты. А вот здесь находятся триллионы, миллионы, триллионами. Да, все здесь, все здесь. И как решил Господь. Все эти люди верующие, все они имеют философию, и они очень-очень добрые. Они не отдают свои миллиарды детям. Они стараются их растить по правилам.